МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное за день. Смертельные игры, буйные водители и беспринципные убийцы. Здесь страшно жить. Здесь не один нормальный человек жить не будет. Тот же дом, та же проблема. Жители барака на Шаляпино бьют тревогу. Шурупы торчат, об которые можно легко запнуться и влететь в асфальт. Кап-ремонт за три дня. Улан-Удэнские скейтеры недовольны обновленной площадкой. В эфире новости на АТВ. Меня зовут Юлия Туманова. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут мы с коллегами расскажем вам о самых важных событиях Бурятии за последние сутки. По традиции начнем с главного за день. В Кабанском районе погиб 6-летний ребенок. Трагедия произошла накануне вечером. Трое мальчиков играли во враги, где накануне на одном из склонов выкопали несколько пещер. В какой-то момент грунт обвалился на одного из них. Другие дети попытались его откопать. Им даже удалось высвободить голову малыша из-под песка. Но было уже поздно. Ребенок скончался до приезда врачей. Следственный комитет проводит проверку. Житель Курумкана насмерть забил пенсионера заслонкой от печи. Трагедия произошла на фоне алкогольного угара. Весной этого года во время застолья между сельчанами вспыхнула ссора. И 28-летний мужчина набросился на старшего товарища с кулаками, табуреткой и заслонкой. Пенсионер скончался на месте. Обвиняемый не растерялся и обворовал мед лица. Прихватив 11 тысяч, он покинул село. Задержали его вскоре на одной из животноводческих стоянок. Крупная авария произошла накануне в Закаменском районе. В двух километрах от села Михайловка водитель Тойоты Пробокс вылетел навстречу и врезался в Хонду. В результате ДТП пострадали пять человек. Среди них двое детей 15 и 7 лет. Два человека в реанимации. Еще один представитель человеческой расы заставил побегать полицейских по Альхону. Все случилось, когда во время патрулирования инспекторы ГИБДД в поселке Хужир пытались остановить Volkswagen для проверки документов. Но не тут-то было. Пьяный мужчина сначала устроил гонки по острову, а после задержания – дебош. Буйный водитель нецензурно выражался, пинался, несколько раз ударил инспекторов. Довольно рискованное поведение, учитывая, что у него была судимость и не было прав. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Бурятский бизнесмен незаконно вывез в Китай пиломатериала почти на 200 миллионов рублей. Чтобы придать экспортированному товару законное происхождение и владение, в качестве подтверждающих документов предоставил договоры с недостоверными сведениями о поставщике древесины. На руководителя фирмы завели сразу шесть уголовных дел, ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. В Кехтинском районе неизвестные отломили ухо собаке на памятнике пограничникам. Скульптуру открыли в сентябре 2020 года в сквере поселка Слобода. Монумент заказывали в Москве, на его изготовление и установку потратили почти 800 тысяч рублей. А площадь революции в Улан-Удэ уже привыкла к нападкам вандалов. Здесь часто ломают качели и рвут саженцы. Накануне неизвестные вышли на новый уровень вредительства и срубили рябина на улице Коммунистическая. Чем и кому помешало дерево, пока не ясно. Если вы стали очевидцем этого происшествия, позвоните по номеру, указанному на экране. В Улан-Удэ по подозрению в поджогах домов в СНТ «Зенит» задержали 30-летнего мужчину. В полиции рассказали, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения проникал в дачные дома и, используя зажигалку, поджигал газеты, журналы и старую одежду. Когда огонь разгорался, он выбегал из горящего дома. Какую цель преследовала? Никакую цель не преследовала. Объясните свое поведение. Ранее мужчину уже привлекали за поджог чужого имущества. Возбуждено уголовное дело. И к другим темам. Две недели назад мы выпустили сюжет про аварийный дом в Кирзаводе. Грязь, мусор, потолок, который вот-вот обвалится. Это лишь малая часть проблем. Управляющая компания обещала устранить недочеты. Однако жители дома по улице Шаляпина вновь обратились к нам в редакцию. Александр Гостев с подробностями. Здесь страшно жить. Здесь ни один нормальный человек жить не будет. Они не отреагировали вообще ни на что. Это Шаляпина 21. Вот эти вот очень красивые детские рисунки. Судя по всему, скоро сползут со стены. Потому что сама стена в очень-очень плохом состоянии. Мой коллега Кирилл Мешков уже снимал сюжет про этот дом. Местные жители так и не увидели никаких действий. Здесь как жить зимой? Как жить? Здесь дети практически... Почему он пустой? Потому что дают они квартиры. С детьми уезжают отсюда. Здесь страшно жить. Здесь ни один нормальный человек жить не будет. Мы-то как свое требуем-то. Он просит с нас денег. Ты будь любезен. Сделай. Сделай вот это все. Сделай. Платить люди нормально будут. Две недели назад на встречу жильцов дома и управляшки стороны пришли к взаимопониманию и разошлись с миром. Уже обсудили, что этот вопрос с дверями будет решаться. Насчет завалинки, я думаю, тоже. Спасибо вам огромное, девочки. И вы не ругайтесь, звоните. Я все равно всегда на связи. Напрямую решать вопросы с управляющей компанией жители дома, видимо, не захотели. По словам представителя Сантехсервиса Марии, никаких обращений после нашего сюжета от них не поступало. У нас уже был репортаж, да. У нас была встреча с собственниками, где мы определились, решили, что мы будем сейчас искать людей, которые являются собственниками данных жилых помещений, да. У нас на это нужно время. Мы так сразу не можем решить вопрос. Но все-таки хочется обратить свое внимание, что сейчас у нас такой же возник, такая же ситуация, как и в прошлый раз. Жители не пришли к нам, не обратились к нам в наш адрес. Это здание признали аварийным еще в 2017 году. Люди не могут добиться от управляшки того, чтобы их расселили. Однако сам дом, как и все остальные бараки в городе, уже стоит в очереди на снос. Собственники не хотят жить еще шесть лет в помоях и мусоре. Они у себя дома как живут, в тепле, наверное, дай бог. И дети в тепле спят. А почему они должны с этой своей квартирой ходить по родственникам? Это вообще нереально, это вообще нереально. А чтобы ждать, чтобы когда потолок упадет на кровать и ребенок лежит незавершеннолетний, это вообще нигде это все видится. Там даже подпорка не светит. Мы-то от своей ответственности не уходим. Мы как убирали придомовую территорию, так убирали. К сожалению, туалет рядом с домом мы тоже построить не можем, простите меня. А чем можем, тем поможем. Управляющая компания обещает поставить дверь и разобраться с заваленками. Сегодня сотрудник сантехсервиса встретился с жителями. Однако уже без камер. Если вы чувствуете несправедливость со стороны коммунальных структур, обращайтесь в нашу редакцию. Но не забывайте, что спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. Александр Гостев, Александр Семенов, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. Пока одни борются за комфортные условия проживания, другие их разрушают. Недавно вандалы испортили скейт-площадку в парке Орешково. Ее уже отремонтировали. Там заменили покрытие горок и постелили специальную ламинированную фанеру. Причем ремонт сделали в 10 раз быстрее, чем обещали. Любители колесного спорта в отчаянии обратились к нам в редакцию. Что не устроило скейтбордистов, узнавала Екатерина Быкова. В июле неизвестные вандалы испортили скейт-площадку в парке Орешково. После этого ее закрыли на ремонт, который должен был длиться месяц. В итоге площадку восстановили за три дня. Спросим у завсегдатаев этого места, повлияла ли экономия времени и денег на качество нового покрытия. Была заменена фанера не так уж, как давно. Она скользкая, местами уже прогибается. Вот прогиб, здесь он тоже ломается. Ну, вообще кататься даже невозможно, она скользкая и скрипучая. Здесь у нас саморез сильно глубоко, уже трещины видно, что скоро здесь будет. Здесь трещина дальше идет. Она должна быть цельной, да, получается? Да, она так же цельная, как и здесь. Вот это идет до этого. И здесь саморезы, вот как вкручены. А вот тут саморезы у нас, саморез глубоко вкручен. Здесь уже торчит. Также, если скатываться на скейтборде и на самокате трюковом, на роликах агрессивных, это можно на него наехать и получить травму. А заплатка, она такая же скользкая. Вот шурупы торчат, об которые можно легко запнуться и влететь в асфальт. Вот здесь сколы, вот здесь дырки появляются. Вон там вот в углу они поставили дощечку, чтобы она не играла. Хотя можно было заменить полностью эту пирамиду. Я вот тоже писал на демонстрацию парка. Мне как сказали, мы делаем как по бюджетному варианту. Как деньги располагаются, так и на что мы пока способны. Денег не хватается. Здесь дело не в деньгах. Ремонт производится силами дирекции. То есть производили ремонт наши рабочие. Просто так сложилась ситуация, что фанера была у нас в наличии. И за счет этого сроки ремонта были сокращены. Этот парк именно для скейт-площадка, да? А не для самокатеров с металлическими колесами. Здесь идет все-таки об нецелевом использовании данной площадки. Потому что дети катаются не только на том, что им нужно, но и на других своих транспортных средствах. В том числе и на больших велосипедах. Поэтому здесь о замене самого оборудования речи нет. Эту скейт-площадку построили шесть лет назад. Она старая, но тем не менее выполняет свою функцию и пользуется большим спросом среди молодежи. Дирекция по паркам не планирует капитальный ремонт, но будет устранять дефекты покрытия по мере их появления. Стоит понимать, что состояние площадки по большей мере зависит только от нас самих. Будьте аккуратны и не катайтесь на неподходящем транспорте. Екатерина Быкова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. Сейчас короткая реклама. Вот что вы увидите во второй части выпуска. Я люблю стрелять. Вообще. Люблю стрелять. До этого стрелял? Да, до этого стрелял. Борьба, стрельба из лука и воркаут. Десант здоровья высадился в лагере «Огонек». Как только у нас песни пошли в их молодости, они сразу у нас расправили крылья. Бойс-бенд по-взрослому. Первый в Бурятии мужской театр выступил в домах-интернатах. Я думаю, вот эта красота природы и красота балета – это как раз будет тот синтез, который мы хотим добиться, чтобы это осталось в памяти многих людей. День рыбного пирога, балет на Байкале и образовательный форум. Культурная афиша на АТВ. Знаете, что по почерку можно определить характер человека? Так. Закорючки, палки и точки. Угадываем личность по почерку в рубрике «Улан-Удэ-Лайф». В «Оптик СССР» жаркие скидки. До 50% на солнцезащитные очки и линзы для очков. Создай свой новый мир в очках от «Оптик СССР». Будьте яркими. Будьте стильными. Покупайте очки выгодно и приятно. Ваша «Оптик СССР». Продолжаем выпуск. Детский лагерь у всех ассоциируется с песнями у костра, дискотеками и любимыми вожатыми. Однако иногда все это можно разбавить и спортом. Сегодня в детском лагере «Огонек» прошла акция, на которой ребята испытали свои силы в воркауте, научились самообороне и многому другому. Подробнее расскажет Александр Зуев. Сегодня в летнем лагере «Огонек» особая программа. К детям приехал десант здоровья. Ребята научились самообороне, испытали свои силы на перекладине, узнали о профилактике ВИЧ-инфекции и опасности вредных привычек. Кто тебе больше всего нравится? Лук, наверное. Я люблю стрелять. Лук, вообще. Люблю стрелять. До этого стрелял? Да, до этого стрелял. Не только из лука, я стрелял еще из винтовки. И мне всегда нравится стрелять. Я побывала на уроках самообороны. Это очень полезно, как по мне, потому что ты не знаешь, где тебе это может пригодиться. Какой прием из самообороны ты выучила? Так, ну, получается, если человек подошел близко к вам, то можно выломать ему руку назад. А как это сделать? Вот у нее рука какая-то схватить? Вот он подошел, получается, схватил вас вот так вот. Берешь вот так вот ему вылом. Особенно детям понравился воркаут. Я и сам решил выполнить один из приемов на перекладине. Сделать это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поехали. Аккуратно ноги закидывай. Шаг. Ноги выпрями. Аккуратно. Это он такой доступный вид. Доступное направление. Тем самым, ну, как бы проще для ребенка. Допустим, вышел на улицу, там, студенчик турники увидел. Ребята занимаются. Все, подошел, познакомился, начал вливаться в коллектив спортивный. Об этой акции мы, получается, предупредили ребят и вчера еще, да, и дети уже заинтересовались, потому что перед каждым мероприятием у нас лагерь заведено, идет настрой. И здесь настраивать не нужно было, потому что дети, о, а кто к нам приедет, а что у нас ожидает. И здесь, конечно, произвели такой сюрприз, что все самое интересное вы узнаете конкретно на площадках, на которых будут с вами работать специалисты. Десант здоровья проходит с 2019 года. Этим летом команда активистов посетила более 15 лагерей. Показываем ребятам, что, на самом деле, отказ там от вредных привычек ведения здорового образа жизни – это классно. Вот, например, у нас ребята с воркаута, они с 2019 года так с нами и ездят на эти акции. И, можно сказать, после каждого их приезда к ним потом записываются ребята с тех лагерей, которые они посетили, действительно уже занимаются воркаутом. Такая акция проходит ежегодно во время каждого заезда. Например, 11 августа активисты приедут в лагерь «Уголек» и «Родник». Александр Зуев, Александр Семенов, телекомпания «Антелевый». Пока Александр Зуев пробовал себя в воркауте, бурятский бойсбенд покорял сердца пенсионеров по всей республике. Мужской театр эстрады «Байкальские кочевники» ездит по районам с песнями, танцами народов мира и юмористическими зарисовками. Очередной праздник с доставкой на дом прошел в Бабушкинском и Посольском домах-интернатах. Как это было, смотрите в следующем сюжете. Песня «Байкальские кочевники» Они путешествуют по районам Бурятии с концертами по социальным объектам. Как говорит организатор коллектива, люди там нуждаются в подобных мероприятиях. Подумала и решила сделать новый театр, который называется «Мужской театр эстрады «Байкальские кочевники», чтобы приносить немножко веселья и радость. Хоть два часа идет концерт, полтора-два часа, чтобы за это время хотя бы они немножко отдохнули, сбросили все свои печали. Поэтому наши артисты их очень, так сказать, завели на хорошую ладость, так можно сказать. Коллектив существует больше десяти лет. Однако из-за пандемии о концертах на время пришлось забыть. И только полгода назад группа начала выступление уже в новом составе, в котором участвует Сергей, лидер «Байкальских кочевников». Когда мы поем, танцуем, они очень хорошо нас принимают, высказывают танцевать с нами, петь. Я так-то думаю, мы хорошее дело делаем, их веселим, увлекаем. Мы пережили период пандемии коронавируса. Конечно, эти мероприятия культурно-массовые, концертные, в течение года не проводились. Сейчас мы возобновили эту работу. Подопечные сами, очень творческие люди, занимаются в кружках, поют, танцуют. Они рады каждой встрече. У них поднимается настроение. У них поднимается... Как только у нас песни пошли их на молодости, они сразу у нас расправили крылья. Кто-то начал танцевать, и кто-то начал подхудрать. Дарья Белева, телекомпания АТВ Культурная жизнь в Бурятии кипит. Совсем скоро на берегу Священного озера проведут Open Air и 5-й Байкальский образовательный форум. А в селе Посольское пройдет День рыбного пирога. Обо всем подробнее расскажет Кирилл Мешков. Закат, Священное озеро и балет – все это Байкал Дэнс-фестивал, который стартует уже завтра и продлится до 21 августа. На праздники затронут проблему экологии. Почему нам он очень интересен и почему он проходит именно при поддержке Министерства культуры? Наша задача большая, важная – возвращение наших артистов, наших профессионалов к себе на родину. Я думаю, вот эта красота природы и красота балета – это как раз будет тот синтез, который мы хотим добиться, чтобы это осталось в памяти многих людей. Фестиваль начнется с выставки в торговом центре «Форум» и закончится 20 августа Open Air на Байкале. Выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа выступят на берегу озера и проведут мастер-классы под открытым небом. Возрастное ограничение 6+. Я очень горжусь за свою республику, очень рад, конечно, что у нас такая активность. И я думаю, что совместными усилиями мы будем продолжать это направление. Еще раз спасибо организаторам. 25 и 26 августа пройдет Байкальский образовательный форум. Более 150 человек съедутся на берег Байкала, чтобы обсудить насущные вопросы этой сферы. Так, например, в школах предлагают проводить уроки, посвященные творчеству Достоевского. А в театрах по всему городу будут постановки по произведениям писателя. Форум – это не просто собрание региональных министров. Это, прежде всего, обсуждение проблемных вопросов и выход в конечном итоге на законодательную инициативу для принятия каких-либо решений на федеральном уровне. 13 августа в селе Посольское проведут праздник рыбного пирога. Этно-туристический фестиваль погрузит всех гостей в традиции народов республики. Заявки на участие уже подали 10 делегаций из разных районов Бурятии. Конкурс «Рыбный стол» или «Ни рыба, ни мясо» – конкретное название. Конкурс «Самый большой рыбный пирог» – это для всех желающих. И фотоконкурс «Лови рыбу, лови момент». Надо обязательно съездить, попробовать все поморские пироги и выбрать самый вкусный. Да, я думаю. Не приедешь, не попробуешь, не узнаешь. Итак, вот самые интересные события ближайшего времени. Проводите время с пользой. Криминалисты годами учатся определять по почерку личность человека. Это дано не каждому. Наш корреспондент Кирилл Мешков решил проверить обычных людей. Смогут ли горожане описать человека, просто взглянув на пару его предложений? Смотрите в новом выпуске «Улан-Удэ-Лайф». Ты пишешь, как курица лапой. Пиши аккуратнее. Такое я часто слышал от своих учителей в школе. Да и по правде говоря, слышу такое до сих пор. А на самом-то деле наш почерк зависит от типа личности и характера человека. Вот мы сегодня решили проверить, могут ли наши горожане угадать, что за человек перед ними по одному лишь только почерку. Знаете, что по почерку можно определить характер человека? Так. Не мудренный уж, но достаточно такой. Возраст где-то 45-50, наверное. Сложный, сложный человек. Такой красивый почерк. У него очень хороший, добрый характер. Девушка. Кто-то очень, кто любит порядок. Скряга какая-то, вообще черстый человек. Так, экспонат номер один. Это наш коллега. Вы черстый. Классный, наверное. Вспыльчивый, ну такой вот, неспокойный, короче. Ну, куча загогулиных. Агрессивный. Агрессивный. Это, наверное, писала девушка. Скорее всего, программист. Широкий, добрый, мне кажется. Возраст где-то 25-27 лет. Плохо пишет, потому что, да? Сихнарь. Я так думаю, это девушка писала. А может быть, возраст угадаете? Мы тут экстрасенсами будем. Незадумчиво, быстро. Ну, это женский почерк. Такой продуктуальный человек, я думаю. Это мужчина. Однозначно. Это такая, ну как, мадам. Такая мадам. Мадам. Да. С претензиями. Наверное, где-то по 30-42. Между. Мальчика и девочка. Ну да, наверное, тоже молодой человек писал. Ну, мне кажется, вот это мужчина писал. Обязательно премия от Мисси. Или о тебе премия. Он сам ее себе будет выписывать. Это я. Девушка 25-27 лет. Творческий, творческий. Творческий. Да, мы все там творческие. Да, да. Видели бы вы наш офис. Прерву вашу беседу. Открою вам небольшой секрет, это мой почерк. Да? Ой, извиняйся. Какие вы непроницательные. Кто у вас, скорее всего, над контентом работает? Мы все над контентом работаем. У нас целая телекомпания. На этом у меня все. Если вы еще не подписались на наш телеграм-канал, то сделайте это прямо сейчас по QR-коду на экране. Там новости не кончаются никогда. Кстати, а еще мы платим деньги нашим телезрителям. Отправляйте нам свои мобильные репортажи. За лучшие вы получите денежное вознаграждение. С вами была Юлия Туманова. Увидимся в эфире. Улан-Удэ Стальмост – крупнейшее предприятие по производству металлоконструкций в Сибири и на Дальнем Востоке. Улан-Удэ Стальмост имеет высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование. За время работы заводом было изготовлено более одного миллиона тонн металлоконструкций. Улан-Удэ Стальмост. Без нас не строятся мосты. Вашему ребенку нужны очки? В оптике СССР большой выбор оправ, которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и веселые для любознательных и активных детей. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю оптику СССР!